Жители дома номер 17 на Комсомольском проспекте борются за право жить в безопасности. После многократных проникновений в подъезд нежелательных гостей, они установили систему контроля и управления доступом, а также обустроили рабочее место консьержа. Но такое решение понравилось не всем соседям. Подробности истории у Луизы и Гезарян. Это максимум, куда могут попасть заумышленники. Мы оградили консьержу полностью, где есть окна у нас, решетками. Эта система работает по такому принципу. Можно ввести код, и дверь откроется. Второй вариант – вот такие ключи, которые закодированы исключительно под эту панель. Такие серьезные меры предприняты не просто так. Этот подъезд всегда был местом сбора людей, ведущих нездоровый образ жизни. В январе прошлого года это стало причиной крупного пожара на лестничной клетке. В результате происшествия пострадало шесть этажей. 13-й этаж горел так, что у нас в пепел превратилась дверь меж лестницей и лестничной клеткой. Расплавил стеклопакеты. То есть до того огонь был сильный, что на двух этажах пришлось менять окна. Восстановлением поврежденного подъезда занялась управляющая компания. За 10 дней сотрудники ЛГЖТ вернули ему прежний облик. Проводка погорела, электрошипки были тоже испорчены, сгоревшие. Мы со своей стороны навели порядок, провели косметический ремонт лестничных клеток полностью 100%. После пожара жители подъезда решили перестраховаться. Установили за свой счет камеры видеонаблюдения и максимально ограничили доступ посторонних. С помощью управляющей компании оборудовали на первом этаже помещение для консьержа. Теперь каждый вход и выход под контролем. Трижды я ночью, поздно ночью вызывала. У нас служба охраны здесь тоже, вот жители сами это наняли. Приезжает моментально, в течение пяти минут. Вот стучали неадекватные молодежь. Я не выходила, мы нажимаем сразу тревожную кнопку. Вот у нас книга записи, записываем, кто приходит, в какую квартиру. Ведется запись круглосуточно. Но такой строгий контроль некоторые жители дома воспринимают как вторжение в личную жизнь. Между соседями уже больше года идут споры, оставлять консьержную или нет. Платить деньги я не понимаю, за какие услуги мы должны. Очень часто это помещение пустует. Я против, потому что это просто сбор информации, не более того. Я живу на 14 этаже. Постоянно ломали замок. Бомжи, алкоголики сейчас чисто, хорошо. У противников еще один аргумент. Проектом этого дома не предусмотрено помещение для консьержа. Однако по жилищному кодексу это не является нарушением. Все жители на общем собрании собственников принимают такое решение о строительстве этого помещения. Это допускается. Здесь собрание было проведено, но не совсем корректно оформлена документация. Тут есть некие недоработки. Но я думаю, что это исправим. В вопросе, быть или не быть консьержной, можно поставить точку еще и по той причине, что подавляющее большинство собственников проголосовало все-таки за нее. Ведь жить в безопасном и чистом подъезде гораздо приятнее. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.